Упорство восьмилетней Даши может позавидовать даже спортсмен. Ежедневные двухчасовые сеансы адаптивной физкультуры в центре ВИТО переносит нелегко. Но занятия дают ей надежду на то, что когда-нибудь она сможет ходить самостоятельно. Неделю прошло, да, он такие движения делал она. Мы сами себе, я вот видеокамеру даже притащила, начала снимать кое-какие движения, которые Даша сама могла уже делать. Потому что мы куда только не ездили, мы дочкой вдвоем только воспитываем, у нас только в банках кредиты берем, едем, берем, едем, зачем сейчас куда-то ехать. Если медикаментозное лечение таким детям гарантировано, то дополнительные услуги, без которых людям с ограниченными возможностями не обойтись, почти везде платные. В реабилитационном центре подобные услуги оказывают, причем бесплатно, но там у специалистов нет возможности проводить многочасовые занятия отдельно с каждым ребенком. В отличие от центра ВИТО, где специалисты с опытом работы помогут каждому индивидуально. Адаптивный массаж сам по себе подразумевает, это комплекс не только приемов массажа, плюс еще дополняются пассивные движения, которые участвуют в обычном комплексе движения. То есть при ходьбе, при ползании, при сидении, то есть пассивно, поэтапно каждое движение отрабатывается, причем многократным повторением. То есть делается до 100, до 200 раз, которые детишки уже опытные, давно ходят, до 300 раз. А монотонно одно и то же движение повторяется. При этом делается как бы стимуляция руками на определенную группу мышц, которые не участвуют. Как бы стимулируем эту мышцу, показываем ребенку, напоминаем, какую мышцу надо сокращать, какую расслаблять. Потому что при ДЦП вот эти функции у мышц, они как бы несинхронно работают. Одна напрягается, другая не расслабляется. Дети с ограниченными возможностями зачастую ограничены не только в свободе передвижения, но и в свободе выбора. По словам родителей, возможность получить, пусть даже платные, но так необходимые курсы массажа, не выезжая из города, это тоже возможность сэкономить. Не на детском здоровье, а на стоимость услуг, которые наша бесплатная медицина пока не предусматривает. У тебя силу нет, что ли, надавить? Ножки заставляй работать. Основная деятельность Центра ВИТО оздоровительная, но сейчас здесь планируют расширить перечень услуг. Правда, для этого потребуется медицинское оборудование и лицензирование, а значит дополнительные вложения, которых у самого Центра, конечно, нет. И здесь надеются на помощь меценатов. Лили Гарифульна, Юрий Аблязов. Информационная программа «Время новостей».